Книга «Открытым оком». Том 4. Вопрос 1399. Разбор ответов Архимандрита Амвросия Юрасова. Вопрос 21. Как относиться к зарубежной церкви? Отвечает Амвросий Юрасов. В 1918 году из России на Запад уехало около 3,5 миллионов православных христиан и 34 епископа. Их отъезд был промыслителен. Они за границей проповедовали веру христианскую, обращали западных еретиков и до сего дня они обращают инославных. Страшно другое. Если человек уже в наше время ходил в православный храм, а потом ушел в зарубежную церковь, этим переходом такие люди показывают. Мол, у вас Бога нет? Он только там, в зарубежной церкви. Эти люди, даже если они и мученической смертью умрут за веру, не наследуют райских обителей. Их ждет ад, потому что они духовные прелюбодеи, раскольники. Но наша церковь управляется Христом. По словам ушедших в зарубежную церковь, получается, что вся многомиллионная Россия гибнет, а вот маленькая зарубежная церковь спасется. То, в чем нас упрекает зарубежная церковь, это вопросы политики. А церковь в политику не вникает, у нее другие заботы и проблемы. И сейчас Господь говорит нашей России, прощаются тебе грехи твои, встань и будь здорова телом и душой. И все, кто сейчас пробуждается от греховного сна, идут каяться, молиться, выздоравливают. Чем больше в России людей придет к покаянию, тем быстрее восстанет, освободится Россия от греха, от власти дьявола. Она никогда не будет материально богата. Она будет богата духом. И нам надо быть настоящими живыми христианами, нести всем добро и свет. Вот что от нас требуется, когда соединятся и российская, и зарубежная церкви. А если они будут продолжать говорить нам, что мы продались коммунистам, на это мы им ответим, что же вы в трудный час оставили Россию, бросили родину, соотечественников верующих, оставили простой народ на побоище. «Миллионы были замучены за веру, но народ эту веру сохранил». Комментирует ответом в Россия Юрасова Игнатий Тихонович Лапкин. Удивительное всего в этом ответе то, что отец Амвросий отлично знает, что все, что он говорит, есть полновесная ложь, тяжелая неправда. У него есть брошюра отца Виктора Потапова «Молчанием предается Бог». Сборник документов о том, как в 1927 году заместитель патриаршего местоблюстителя, митрополит Сергий Строгородский, коварно захватил власть, восхитил непринадлежавшее уму, вернее ему, скорее всего, узурпировал ее и пошел на сговор с большевиками, анафематствованными патриархом Тихоном, издав свою предательскую декларацию. Согласно церковных канонов, все поставленные через содействие мирской власти священники недействительны. Митрополит Сергий и его сенот называли уголовными и политическими преступниками всех узников ГУЛАГа и развозили заразу коммунизма по всему миру, говоря, что гонений за веру в союзе нет. Мученики за Христа, о которых говорит отец Самбросий, это как раз и есть те, кто были против основателей московской патриархии. Мученики – это слава Христова. И в истории мира никогда не было такого момента, чтобы церковь отрекалась от них. Это сделал только Сергий. Все было потоплено в трусости и корысти. Сам внутренний дух подозрительности, лжи, корыстолюбия, пронизавший насквозь все структуры московской патриархии, разлагает всех, кто входит в нее. Неужели им не будет покаяния? Иеремии 22, 28 Неужели этот человек и хония есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены? Он и племя его, и брошены в страну, которой не знали. Только что Юрасов сам сказал, что архиереи ушли за рубеж со своей паствой. Три с половиной миллиона беженцев. И тут же, будто другой человек говорит, они бежали и бросили. Те, кого весь мир был недостоин, Жили где попало, как попало, Ели что-то скромное, простое, Бодрствовали много, спали мало, А обетования святого, Исполнения так и не видали, Верили в обещанное слово, И с надеждой твердой умирали. Но у них не опускались руки, Не пугали их властей угрозы, На кострах, крестах терпели муки, Зная, что отрет спаситель слезы. Истины носители святые, Дорого им путь тот узкий стоил, На вершины вел Господь крутые тех, Кого весь мир был недостоин. И теперь они живут на свете, Соль, что землю бережет от порчи, Труд их кропотлив и незаметен, Исполнять его не всякий хочет. Нет им ни почета, ни привета, Нет от них прекрасных, Нет о них прекрасных песнопений, Не дают им уголка в газетах, Не дают им нобелевских премий. Ничего, что мир так низко ценит, Это стадо Божие простое, Ждет Господь и у себя поселит Тех, кого весь мир был недостоин.